Дорогие телезрители! Главный редактор телерадиокомпании «Академия», капитан команды «Два капитана». Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие гости! Хотелось бы спросить, Александр Виталий, каждый из вас уже не первый год посвящает себя игре. Кто-то в большей степени, кто-то чуточку в меньшей по долгу службы и работы, но все же. А как эта игра появилась в вашей жизни? Ну, наверное, как и у большинства жителей тогда еще Советского Союза, у меня не было выбора, смотреть или не смотреть игру. Естественно, как только звучали позывные игры «Что, где, когда», игра выходит уже 40 лет, мне чуть поменьше. Но вот сколько себя помню, столько я эту программу смотрел. И понятное дело, что я мечтал оказаться сначала за игровым столом, а потом искал какие-то способы осуществить эту самую мечту. Узнал, что в Одессе действует интеллектуальный клуб, причем начал я играть достаточно поздно, уже в студенческом возрасте. Ну, пошло-поехало, пошел по наклонной. Наоборот, по возрастающей можно сказать. Ну, или так. Виталий, как у вас произошло знакомство с интеллектуальной игрой «Что, где, когда»? С шести лет я более-менее постоянный зритель игры «Что, где, когда», а вот начал играть еще позже, чем Александр. Вот увидел как раз объявление о том, что вот очередной турнир бизнес-лиги «Что, где, когда». Это было, по-моему, в 2013 году. В 28 лет я впервые сел вот за игровой стол, назову это так. И меня уже оттуда не выгонешь, скорее всего. И не нужно. Благодаря, Александр, вам и вашей команде, наконец-то появилась на украинских телеэкранах версия украинской игры «Что, где, когда». Расскажите, почему вы там такой противный, злой? Да я и в жизни такой. Ничего не меняется, в принципе. Нет. На самом деле, мое отношение к командам формируется игрой команд. Если команда играет хорошо, то моя функция – это функция просто человека, который зачитывает вопросы. Если команда начинает, ну, очень сильно выигрывать, да, то моя задача сделать так, чтобы им было немножко посложнее. Если команда проигрывает, то, наоборот, моя задача немножко поддержать. Поэтому противные или непротивные – это зависит от происходящего за зеркальным столом, ну и, конечно, от погоды за окном и еще десятка других факторов. А вот украинское телевидение склонить «Что, где, когда» было тяжело или, наоборот, с радостью восприняли такой шаг? Тяжело. Мы впервые предприняли попытку запустить проект, если я не ошибаюсь, в 2002 году на телеканале «Интер». Мы много раз туда ездили, предлагали, рассказывали, как это будет здорово, но тогда понимания не нашли. И только в 2007 году нам удалось договориться с Первым национальным каналом, где, собственно, в 2008, уже 9 февраля, вышел первый выпуск программы «Что, где, когда» украинская версия. А вы помните, как это было, первый выпуск? Какие были эмоции? Кто играл? Ну, это невозможно забыть, конечно. Я, во-первых, помню отборы, которые проходили на протяжении полутора месяцев, как мы выбирали первые команды, которые примут участие в первой серии игр. И если позже мы отбирали по одной команде на каждой из последующих серий, поскольку у нас уже была база знатоков определенная, то выбрать три команды из более чем 200 претендентов – это задача крайне нетривиальная. Более того, параллельно с этим шли постройки декорации общения нашей телегруппы с телегруппой московской, которая нам объясняла, что и как должно происходить. Совершеннейшая суматоха в отношениях с каналом, где непонятно было, кому бежать, кто чем занимается. Ну и, конечно, первая съемка, да, начало которой задержалось, если я не ошибаюсь, на 4,5 часа. И, как я сейчас понимаю, это очень хорошо, что задержалось именно на столько, а не на больше. Да, конечно, помню. Первой была команда Арсена Малиновского, в составе которой играл Григорий Алхазов, Анатолий Бугаев. То есть люди, которые потом стали играть и в московском телеклубе, и выиграли у нас «Хрустальные совы». То есть с первой командой мы очень угадали. Историческое событие произошло. Виталий, а вы видели, наблюдали эту первую игру на украинском телевидении? Может быть, в повторе, там потом в записи где-то? Кстати, как ни странно, постоянным зрителям украинской версии телеклуба «Что, где, когда» я сталкнув только в прошлом году. Одна из первых игр, или даже в позапрошлом, которую я видел полностью, это была та игра, когда именно команда Арсена Малиновского выиграла игру на решающем раунде, когда остался за столом Алексей Самулев. Мне произвело это впечатление. Играла команда, скажем так, не очень ровно. Там остался Алексей, команда выиграла, а уже, по-моему, через несколько дней Арсен пришел в эту студию с собой. — Многие телезрители задаются вопросом, ну почему же так поздно идет вот версия «Что, где, когда»? Понятное дело, что великие умы, они никогда не спят, но все же, вот как-то влияет ли это на популяризацию этой игры? Возможно, какие-то программы пытаются быть более рейтинговыми? — Ну, вы знаете, мне этот вопрос задают настолько часто, что я придумал много разных остроумных, в разной степени вариантов ответа на него. Самый популярный среди меня из них, это, ну, символом игры является сова, поэтому мы выходим поздно. Если бы был хрустальный жаворонок, мы бы выходили вот в 6 утра, но в этом случае, да, я бы не смог, к сожалению, прийти к вам в гости. А так, видите, все хорошо сложилось. — А так никто не смотрел, а так мы не конкурируем абсолютно. — Да, на самом деле, конечно, любая из программ, когда бы она ни выходила, хочет в рейтинге быть первой. Мы в своем слоте всегда первые, и меня это несказанно радует, хотя, конечно, хотелось бы выходить чуть пораньше. Но если посмотреть раскладку по рейтингам по аудитории, которая нас смотрит, мы боимся потерять все аудитории, да, и молодежь, и более пожилых людей. Так вот, я вам хочу сказать, что, несмотря на столь позднее время выхода, нас смотрят равномерно практически все аудитории. Это меня немного успокаивает, когда я в очередной раз вижу нас в сетке в 23-25. — А как сейчас происходит отбор команды для телеверсии игры? — Ну, сейчас несколько проще. Когда мы перешли на схему игр в Лиге звезд, мы выбираем просто людей известных, которые нам интересны, предлагаем им сыграть, отказов практически не получаем. И мы потом смотрим, что получается на выходе. Если мы подходим друг к другу, то люди продолжают игру в телеклубе. Если мы понимаем, что по каким-то причинам, ну, или им неинтересно, или нам они неинтересны, да, то мы разговариваем, и происходит так, как решили. — А пытаются вас подкупить? Вот расскажите нам вопросы заранее. — Ну, конечно, нет. Ну, так как бы я вам рассказал об этом? Нет, ну, единственное, что я вам могу сказать, что все игры происходят абсолютно честно. И не было ни одного раза, чтобы хоть кто-то знал ответ хоть на один вопрос до начала игры. Давайте сформулируем это так. — Легко ли быть строгим с игроками? Ведь очень многие являются вашими друзьями, знакомыми, просто хорошими людьми. Александр уже сказал, что он и такой в жизни. — Роль ведущего — это все-таки отчасти роль. То есть я должен понимать в каждый момент времени, чего мне хочется из этой ситуации. Из того, что происходит за столом. Если команда сама прекрасно понимает, что делать с тем, что происходит, а обычно бывает именно так, то я же говорю, моя роль сводится к тому, чтобы зачитать вопрос и потом принять правильный или неправильный ответ. Все. А все, что касается драматургии и мыслей, как там что-то изменить, это происходит только в двух случаях. Когда команда очень сильно проигрывает или команда очень сильно выигрывает. Меня не устраивает ни то, ни другое. — Что где когда живет не только на телевидении, на украинском и не только университеты, школы, разнообразные лиги, бизнес-лиги, любительские лиги. Вот Виталий Хеми является игроком бизнес-лиги и на любительские тоже иногда захаживает. Мы знаем, насколько важно развивать это течение и направление в этот вопрос к обоим нашим гостям в нашей стране и в нашем городе в частности. — Не, ну это безусловно, это очень важно. Чем больше людей будут играть что где когда, тем больше людей получат дополнительный повод хоть о чем-то задумываться иногда. — Открыть энциклопедию? — Это очень важно. Не обязательно энциклопедию. Просто, ну, все, абсолютно все вообще начинается с удивления. Да, и познания, и какие-то открытия, и просто какие-то интересные и полезные вещи. То есть, если, задав вопрос, нам удалось удивить этим фактом человека, ух ты, я не знал такую историю, давай я посмотрю чуть больше о ней. Да, то вот это то, ради чего существует эта игра. Я вообще считаю, что задача школы и средней, и высшей не дать знания человеку, а научить его учиться. То есть, научить его самому получать эти знания и сделать так, чтобы ему это было интересно. И программа «Что, где, когда» — это инструмент, который, как мне кажется, должен использоваться образованием в этих целях. Потому что это идеальная форма и получения знаний, и закрепления знаний, и последующей работы над собой человека. Поэтому «Что, где, когда» и ей подобные игры — это совершенно потрясающее, ну, во-первых, времяпрепровождение, хобби. И мы заинтересованы в том, чтобы большее количество людей в этом участвовало. Есть огромное количество профессиональных, полупрофессиональных лиг. Мы сейчас работаем над тем, чтобы появилось большое количество любительских лиг. И с нашей подачи, а точнее, после того, как мы начали делать любительские лиги в Одессе и в Киеве, сейчас их стало уже достаточно много. Причем, часть этих лиг мы узнаем от наших знакомых, которые играют у нас. Вот, смотри, вот там вот будет проводиться игра «Что, где, когда». Ну, здорово, говорю я. Спрашивают, а не боитесь ли вы конкуренции? Я боюсь не конкуренции, а того, что люди, которые делают другие лиги, сделают это плохо. И человек, который придет туда первый раз, к ним потом не вернется. И потом всем будет рассказывать, что, ну, что это такое. Это же не «Что, где, когда», это «Непонятно, что». Вот этого я боюсь. А появление новых лиг – да на здоровье. Как неудивительно, но школьники Одессы играют в «Что, где, когда». Виталий, расскажите, как удалось поднять это движение, как вы пришли к тому, что нужно заниматься школьниками этой интеллектуальной игрой? Где-то 7-8 месяцев назад мы с единомышленниками, их было не очень много, но они были, решили, что в школах, пора бы, вот в тех школах, где не так хорошо развито движение «Что, где, когда», пора бы что-то вот такое вот проводить. Здесь интересная, разумная, может быть, даже долговечная. Откликнулась 13-я школа, затем 12-я школа. Шли тренировки, потом пошли первые турниры. Ребята приходили. Сначала их было чуть больше. Кто-то вот искал себя, кто-то, может быть, не находил, но я рад, что сформировался костяк. Сформировалась у каждой школы, вот с которыми я работаю, это 12-е, 13-е команды, которые в целом достойно выступили на районном этапе чемпионата города. Ну, главное для них – это те турниры, которые проводим мы. Открытый турнир, открытый кубок 13-й школы, как мы его называем. Очередной турнир такой будет 16 мая. Последний мы провели 28 февраля, и тот ажиотаж, а я могу называть там несколько десятков полельщиков, это и ученики, и учителя, и даже некоторые родители, в принципе, он показал этот ажиотаж, что это было сделано не зря, что это было интересно. И вот на ближайшем турнире примет участие уже 4 команды – это 12-е, 13-е, 14-е школы, гимназии-интернат, сослободки. То есть, в принципе, можно говорить о том, что дети вжились в образ знатоков, начинающих знатоков. Им действительно это не безразлично, для них это не просто хобби. Если они собираются на тренировки в выходные дни, а не после школы, там остается время, может сходим, может не сходим, я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Главное, этот интерес не потерять. В принципе, следующий год, когда многие из них будут в 11-м классе, а вы понимаете, что для 11-ти классника тестирование, поступление, голова с другим будет забита, если они в своем графике будут находить время для что, где, когда, то это маленькая победа. Это здорово, что Виталий выращивает будущих знатоков, будущих друзей, может быть. Я их Александру потом передам. Конечно. Александр, а вот кем бы вы хотели видеть следующее поколение, возможно, новых команд, новых молодых игроков, что, где, когда, телеверсии, бизнес-лиги? Кем? Ну, не знаю, просто приятными, хорошими людьми. Нужно же понимать, что, что, где, когда, при всей важности этой игры в моей жизни, например, я прекрасно отдаю себе отчет в том, что для абсолютного большинства людей это хобби. И моя задача и задача людей, которые этим занимаются как основным видом деятельности, сделать так, чтобы это хобби, ну, в принципе, приятным для них и оставалось. То есть, чтобы люди, сыграв в что, где, когда в той же бизнес-лиге, например, чтобы они это обсуждали достаточно долго, чтобы они спрашивали потом, когда будет следующая игра, чтобы они не остывали, грубо говоря. Ну, вот и все. То есть, это точно такие же люди, просто люди, у которых есть интерес, который я с ними разделяю. И поверьте мне, компания, которая собирается на играх, что бизнес-лиги Киева, что бизнес-лиги Одессы, что на спортивных турнирах, множество которых я посещаю, она замечательная. И я в этой компании, ну, с удовольствием провел бы время и как-то иначе, начиная от походов в кино и заканчивая беседами под кофе в каком-то из ресторанчиков города. Ну, или беседами в нашей студии, что тоже очень приятно. Как вариант. Какому будут вести игру, зная ответ заранее? То есть, когда вы видите, как команда рассуждает, как игроки пытаются к чему-то прийти, отбрасывают версии, какие-то ощущения, когда вы видите, что они отклонили верную, верный ответ? Ну, вы знаете, я думаю, что ощущения у меня ровно такие же, как у большинства телезрителей, которые наблюдают за обсуждением. Потому что, когда задается вопрос, и появляется правильная версия, оценить человеку, который не находится в стрессовой ситуации, ее гораздо проще. И вот ты смотришь по телевизору, вот же была правильная версия, вы же ее сейчас затопчете, что вы делаете? И у меня примерно ощущения такие же. Я, находясь там, в принципе, ровно так же вовлечен в процесс, как и абсолютное большинство телезрителей. И по большей части испытываю ровно такие же эмоции. Более того, если я испытываю эмоции какие-то во время игры, это значит игра хорошая. Но если мне более-менее все равно, я потягиваю какой-то чай, то понятно, что ничего хорошего из этого не получится. К счастью, таких ситуаций в последнее время нет вообще. Вопрос к Виталию как к капитану. Как отобрать верную, единственно верную версию, если звучат очень много правдоподобных в команде? К сожалению, даже самоопытный капитан, коим я себя, конечно, не причисляю, не застрахован от этого. Это маленький несчастный случай. Главное, чтобы это в большую трагедию не превратилось. Я вам скажу так, если капитан на игре отбирает все, вот есть спорные ситуации, допустим, вот 4 или 5 у нас в бизнес-лиге, пограничных таких случаев бывает, вот 4 или 5, когда есть разные версии, и каждая из них может быть правильная. Если капитан отбирает все, как правило, команда побеждает. Вы знаете, чутье, может быть, конечно, знание, что-то вот, и я не говорю, что доверие к тому или иному игроку, но опять же, вот все сводится на чутье. И главное, слышать всех. Потому что если ты слышишь только кого-то одного, кто там по правую или по левую руку, от тебя этого недостаточно. А какие критерии, возможно, помогают выбрать тот самый правильный ответ? Логика, здравый смысл, интуиция, или все вместе подключается? Доверие к членам своей команды. Плюс еще и опыт. Чем больше игр ты проводишь, тем больше ты акклиматизируешься в этом состоянии, потому что я ведь как стал капитаном, что, где, когда, хоть даже на таком уровне. Меня воспитывали как капитана. В составе моей команды был игрок, который прошел этот уровень на молодежном уровне, и этот человек, когда там на меня оказалось какое-то давление, в последние 10 секунд просто говорил, не мешайте ему, все, он должен выбрать, не мешайте. И команда как-то замолкала. Вот за это как бы спасибо. А если нет правильной версии, что делает капитан? Главное, не сдавать пустой листик. Я сейчас учу своих учеников. Вот если вы сдаете пустую листик, а я телезрителям скажу, что в спортивном, что никогда все таки происходит, команда сдаёт ответы на ответных карточках. Если вы сдаете пустую ответную карточку, допустим, меня как тренера и периодически ведущего, очень это не скучно напрягает, а даже злит. А что уже удалось завоевать команде два капитана? Какие есть достижения? Поделитесь. Ну, знаете, есть в Одесской бизнес-лиге более титулованные команды. Это и команда наших друзей «Радио Кулит». Пользуясь случаем, передаю привет Денису Сыкановскому, который сейчас в эфире «Народного радио». Это и команда «Контекст при Черном море», к которой мы также с большим уважением относимся. Наша победа случилась тогда, когда от нас никто этого не ждал. Мы до этого, я помню, пришли в ноябре, заняли там 10-11 место, собирались прийти на последнюю игру года, пусть даже был Кубок двух городов, это очень важное было соревнование, для нас все игры важные. Но так получилось, что, в принципе, мы усилились очень сильно. Притом никто не знал того игрока, который сел за стол, кроме меня, потому что мы одну игре с ним играли, это Денис Лавренюк, который буквально на минувших выходных стал визочемпионом Украины по брейн-рингу в составе своей профессиональной команды. То есть и в тот вечер пошло, что называется, у всех. Денис влился с первой игры в коллектив, наш лидер Влад Дронов провел тоже отличную игру, все были молодцы, и Вазим, и Яна, и Оксана. Яна Городинская химия у нас тоже была в составе этой команды. Все совпало, и как потом родилось стойчивое выражение, Кубок наш. Но вы знаете, что гораздо труднее подтвердить статус, что мы как бы не случайно выиграли, с этим, конечно, были небольшие проблемы, и опять же, есть какие-то психологические моменты, над которыми нам еще надо работать, чтобы закрепиться в пуле команд, которые всегда на что-то претендуют. Александр, расскажите, как отличить профессионального игрока от любителя? Что, где, когда? Внешне. Где эта черта, когда любитель становится профессионалом? Это участие в профессиональных турнирах, или это какой-то опыт, стаж? Ну, я вообще скептически отношусь к словосочетанию «профессиональный знаток», потому что даже среди игроков, которые играют по 15-20 лет, профессионалами можно считать немногих. Ну, можно договориться о терминологии. То есть профессионал – это тот человек, который не опускается в деятельности, о которой мы говорим, ниже определенного, достаточно высокого уровня. Ну, вот тогда я могу назвать профессионалов. Это, безусловно, Александр Друзь, Илья Новиков, ну, еще, возможно, человек 10. Есть люди, которые долго и стабильно играют достаточно хорошо, потому что только в Украине есть сотни команд, огромное количество турниров, практически каждую неделю где-то проводится фестиваль. И есть команды, которые существуют десятками лет. Кстати, в первую серию игр украинского телеклуба невозможно было попасть человеку со стороны. То есть, естественно, должен быть опыт, причем опыт серьезный, и игр, и побед на национальных уровнях. Кроме того, определяя профессионала и непрофессионала, человек, который играет в что, где, когда спортивное, и человек, который играет в что, где, когда телевизионное, может играть в эти две игры, это две разные игры, совершенно по-разному. Потому что там и разные вопросы, и разная атмосфера, и разный уровень ответственности, и разное ролевое распределение внутри команды. Поэтому говорить о профессиональных игроках в телевизионной версии – это одно, а спортивное – другое. Но, опять же, профессионал – это тот, который зарабатывает этим деньги. Поэтому, по большому счету, профессионалов в украинском что, где, когда нет. Это денег особо никому не приносит из игроков. Да, но, тем не менее, есть люди, которые в игре достаточно хороши. Их много и в телеклубе, но я могу назвать того же Арсена Малиновского, Алексея Самулева, Дмитрия Литвинова, Сергея Сивоха. Этот список может продолжаться очень долго. У нас уже около 200 человек за 8 лет прошло через телеклуб в составе телевизионных команд. И могу сказать, что абсолютное большинство из них – достаточно талантливые люди, которые некоторые со временем, некоторые уже являются хорошими профессиональными телевизионными игроками. Александр, когда-то вы, наверное, и сам мечтали быть игроком, а потом стали ведущим. Сейчас нет такого, что хотелось бы самому оказаться со столом, почувствовать этот адреналин, вот эту немножко стрессовую обстановку? Или все-таки вы бы не променяли сейчас свою роль на роль игрока? Да нет, конечно, не променял бы, но это не значит, что мне не нравится чувство игрока. Я иногда принимаю участие в спортивных турнирах, это во-первых. А во-вторых, поверьте мне, у меня адреналина на своем месте, на котором я нахожусь, тоже хватает. Я готов еще поделиться с игроками, которые за столом. Напоминаю вам, дорогие телезрители, что сегодня у нас в гостях блестящие умы. Это Александр Андросов, ведущий и продюсер телеигры «Что, где, когда», а также Виталий Хеми, главный редактор ТРК «Академия», капитан команды «Два капитана». Дорогие наши гости, расскажите, вот Одессит принял решение приобщиться к «Что, где, когда». Что ему нужно делать, куда ему идти, как этот процесс организовать? Если у этого Одессита есть Facebook, а других Одесситов я в последнее время не встречал, то есть смысл найти группу, которая называется «Бизнес-лига Одессы» по игре «Что, где, когда». Именно там появляется самая свежая, самая актуальная информация о ближайших играх Бизнес-лиги. Ну вот, например, если бы вы зашли на страницу Бизнес-лиги Одессы сегодня, то вы бы узнали, что ближайшая игра состоится 20 мая в 19.00 в клубе «Мехико». Регистрация продолжается, поэтому мы рады новым командам. Если у этого Одессита есть команда, замечательно, он может регистрировать команду. Если он хочет просто прийти и присоединиться к одной из существующих команд, такая возможность тоже есть. То есть в любом случае Facebook, Бизнес-лига Одессы «Что, где, когда», ну а дальше вам помогут разобраться. А есть еще любительская лига, с чего начинать все-таки новичку? Ну, любительских лиг очень много. Бизнес-лига «Что, где, когда» — это тоже лига для любителей, не для профессионалов. Звучит очень гордо. Любительская лига или бизнес-лига? Бизнес-лига. Звучит гордо, потому что изначально идея бизнес-лиги заключалась в том, что в составы команд будут входить люди, которые представляют ту или иную бизнес-структуру. То есть с нами начинали играть, когда бизнес-лига только начиналась, это уже несколько лет назад, команда «Банка Восток», команда телеканала «ГТВ», команда журнала «Афиша Одессы». То есть все команды были подобраны таким образом, что все люди работают в одной бизнес-структуре. Поэтому отсюда и бизнес-лига. Это уже потом пошли сборные, какие-то команды переставали существовать, но несколько игроков из них переходили в другие команды. И это превратилось в какую-то уже тусовку, что называется. А изначально идея была ровно такой. Идея хорошая, потому что действительно сближает рабочий коллектив таким образом интеллектуально. Виталий, расскажите, как готовится команда к турнирам, естественно, кроме просмотра телеверсии, что где когда. Знаете, раньше я был доволен, как мы готовились к турниру. Мы более-менее регулярно собирались, и это давало свои результаты. Потому что тренировки даже в неполном составе, 3-4 человека, это очень серьезно помогает на самом деле. К сожалению, по разным причинам мы не собираемся, но мы собираемся на различные турниры. Вот мы ходим в гости к Арсену Малиновскому, играем в студ-лигу. Играем не за счетом, но для нас это тоже тренировка. Ходим еще на различные лиги. Но для нас участие в этих турнирах это как бы подготовительный этап к нашей главной игре месяца. Главная игра месяца это игры у Александра Андросова в бизнес-лиге. Но тем не менее, вот именно таких вот тренировок без погони за результатом в конкуренции с другими командами нам все-таки не хватает. А стоит ли находить в интернете вопросы, известные из что где когда из базы, что где когда, как-то пытаться самому находить ответы? Эффективно ли это, на ваш взгляд? Недавно мы с коллегой Владом Дроновым отправились в Южный на матч, финальный матч чемпионата Украины по баскетболу, когда играл южненский химик. И вот всю дорогу мы вот при помощи одного приложения андроидного штудировали базы. Где-то вопросов 30 отыграли. Вот Александру, наверное, легче будет ответить на этот вопрос, потому что вы наблюдаете за командами со стороны. Насколько велико влияние, вот психологическое влияние команды? Очень часто такое бывает, что не взяли какой-то, допустим, вопрос, который казался легким, и все, какой-то идет психологический провал, команда перестает верить в себя. Насколько важен настрой и как его поддерживать для победы? Ну, это 80%. То есть психология, то, что происходит в головах, это 80% успеха. Ровно как и выбора-невыбора капитана, это все в области психологии. Формирование команды изначально происходит с помощью рекомендаций психолога. Что же касается того, что происходит за столом, ну, представьте, вот начинает команда играть, я говорю сейчас о телеверсии, не отвечает на первые три вопроса, что происходит в головах у людей. Да, ну, то есть это трудно представить, потому что, во-первых, на вас смотрят шесть камер, во-вторых, за вашими спинами стоит огромное количество людей. Тебе жарко, тебе некомфортно, ты понимаешь, что все пропало, и начинается паника. И задача капитана в этот момент, это одна из главных функций капитана, сделать так, чтобы игроки вернулись за игровой стол. Возможно, обратная ситуация. Счет 3-0 после первых трех вопросов. Вот тебе прекрасно, ты практически бог. Вот сейчас будет 6-0, у тебя хрустальная сова и даже две. И после этого велик шанс, что игра закончится 3-6, причем не в твою пользу. И тут задача капитана обратная, сказать, ребята, стоп, нам просто повезло. Это легкие вопросы, это волчок, счет 0-0, начинаем с нуля. То, что происходит внутри команды. Кто-то, грубо говоря, не дал высказаться своему партнеру по команде, и он замолчал и молчит два раунда подряд. Кто-то раскритиковал версию, она в итоге оказалась правильной, и он решил молчать, чтобы не мешать команде. И вот какие-то вот такие вещи, они происходят непрерывно. Задача всех игроков команды чувствовать своих партнеров. Задача капитана выводить людей из критических ситуаций и делать так, чтобы они играли лучше. В психологии это 80, если не 90% успеха, ровно как и выбор. Вот я говорил, вы спрашивали чуть раньше, как выбрать из двух равновероятных вариантов ответа. Чаще всего бывает, что если ответ приходит, то ты понимаешь, что он правильный. Есть такой термин «щелчок». Ты слышишь правильный ответ, у тебя в голове щелкает «да, это оно», и ты с этой версией не уходишь. Но бывают вопросы, где появляется несколько равновероятных версий. Вот представьте себе, перед вами две одинаковые купюры на первый взгляд, и непонятно, как из них выбрать. Но вопросы составлены таким образом, что на настоящей купюре есть степень защиты. Если посмотреть на свет, вы увидите полосочку. Если посмотреть под микроскопом, там увидите волосочек. В вопросах есть ровно такие же метки, которые позволяют отделить правильный ответ от неправильного. И вот это тоже задача капитана сделать так. Ребята, где вот эта метка? Помогите мне выбрать. Или на уровне интуиции, или на уровне логики, или на уровне фактажа. И главное, опять же, при этом, не поддаться панике. Осталось 10 секунд, есть диверсии, что выбрать, что делать. И когда вот эта вот паника начинается, то все, понятно, что команда на вопрос не ответит. Все внутри головы. То есть опыт, спокойствие, отношения внутри команды, спокойствие за своих партнеров, уверенность в них. Это то, что является залогом победы, причем не только в игре «Что, где, когда». Кстати, в этом состоит и задача ведущего, ведь можно так прочитать вопрос, что на него будет легче ответить. А можно так прочитать вопрос, что будет непонятно немножечко. Нет, ну текст вопроса остается неизменным в любом случае. Кроме того, я как ведущий всегда помню, что я не за знатоков. Я не против знатоков, но я и не за знатоков. В первую очередь, я представляю интересы телезрителей, которые находятся в чуть менее выигрышной ситуации. Потому что они написали вопрос, все, от них больше ничего не зависит. А тут шесть человек, причем не зеленые ребята. За них болеет весь зал. И я иногда не чувствую за собой морального права лишний раз сделать акцент на каком-то слове. Потому что человек из какой-то там условно, пусть будет из Одесской области, из какого-то маленького городка. Вот он полгода придумывал вопрос, он прислал письмо на 10 страницах. Мы этот вопрос две недели думали, что же из него делать с предметом, видео вопрос, черным ящиком. Мы придумали вместе с телезрителем формулировку, оформили, задаем. И человек, он ждет эту программу. Он полгода назад прислал вопрос, он смотрит все программы, спрашивает у соседей, ну как, смотрели, мой выпал, не выпал. И вот выпадает его вопрос, а я подсказываю. Но это некрасиво по отношению к этому человеку. Поэтому я стараюсь соблюдать нейтралитет. Бывают, конечно, пограничные ситуации, но в основном все сами. А требует ли игра, телеверсия, по крайней мере, инновации? Или это уже устоявшийся формат, который не стоит менять? Мы постоянно что-то меняем. И с последнего? Чаще всего изменения касаются правила игры в 13 секторе. Он у нас меняется вообще в каждом сезоне. Правила меняются в каждом сезоне. То есть в одном сезоне проигрыш на 13 секторе и впоследствии в игре означал прекращение существования команды в телеклубе. А в другом сезоне мы выносили капитану команды игральную кость, когда выпадал первый сектор. Он ее кидал, и число точек на верхней грани показывало, сколько игроков может играть. Был сезон, когда мы предлагали капитану покупать время на обсуждение. То есть у них не было время на обсуждение вопроса 13 сектора, но он мог его купить. Каждый игрок – это 10 секунд. То есть он высаживает двух игроков, получает 20 секунд. Высаживает пятерых игроков, получает 50 секунд. То есть каждый раз мы стараемся что-то менять. Кроме того, есть инновации и касательно съемочного процесса. У нас, например, два сезона назад, три сезона назад, появилась камера, вмонтированная в нашу систему мониторов, которая позволяет видеть стол сверху, строго сверху. И, во-первых, это красивый план. Во-вторых, можно четко увидеть, на какой сектор указал волчок, если ситуация спорная. Да, и причем в московской телеверсии эта камера появилась гораздо позже, чем у нас. То есть они увидели, что есть в нашей версии, что это хорошо, и после этого сделали у себя. Игра меняется постоянно. Возможно, это незаметно, потому что это формат. И есть какие-то вещи, которые являются классикой в хорошем смысле этого слова. Да, то есть дамы в вечерних платьях, мужчины в смокингах, игра до шести очков, знатоки против телезрителей, волчок 13 конвертов, поехали. Минута на обсуждение. Но все, что возле, все, что кроме, безусловно, меняется. Одесская бизнес-лига и вообще вот одесситы в игре чем-то вот отличаются, своим колоритом, характером? Безусловно. Более того, об одесситах мне всегда говорить легко и спокойно, потому что, когда мы говорили о командах Лиги звезд, и говорили, ну давайте сделаем команду звезд шоу-бизнеса, ну давайте. Давайте сделаем команду политиков, спортсменов, давайте, давайте, давайте. И когда мы набираем эти команды, мы замечаем, что в каждой из этих команд какой-то избыток людей, которые приехали из Одессы или живут в Одессе. И после этого пришла в голову мысль, ну о чем мы мучаемся? Давайте сделаем отдельную команду одесситов. Не было подобной мысли по поводу жителей ни одного из других городов. Притом это была не моя идея, несмотря на то, что я одессит и, казалось бы, я должен был это предложить. Первому это пришла в голову мысль не мне, а кому-то из киевских редакторов, с которыми мы обсуждали этот формат. Естественно, я с удовольствием за нее ухватился и через команду знаменитых одесситов прошло уже более двух десятков игроков. Команда постоянно меняется, это единственная команда, у которой нет постоянного состава и даже я не знаю, кто будет играть в этой команде в следующий раз. Ну, то есть понятно, что есть какой-то костяк, но замены постоянны. И мне очень нравится эта команда, еще и тем, что она абсолютно непредсказуема. Она может выиграть с крупным счетом, отвечая на все подряд, а может проиграть, но при этом никогда не теряя своего фирменного чувства юмора. Виталий, что вам дала и дает игра что, где, когда и почему нужно приобщаться к этому движению? Это новые приятные знакомства, это новые возможности. Я, допустим, никогда не думал, что не имея специального образования смогу работать с детьми, с десятиклассниками, одиннадцатиклассниками, девятиклассниками, что-то рассказывать, обсуждать, пытаться находить нужные слова. Это большой опыт. И, в принципе, именно тренерская работа, она мне в какой-то момент больше привлекает, чем игра за столом. Хотя я не могу выбирать, не могу сравнивать. Это оба захватывающих процесса. Ну, конечно же, в размышлении, обдумывании. Ведь игра что, где, когда, в нее никогда не поздно начинать играть. И желательно вообще не прекращать. Александр, коллекционируете ли вы забавные версии, вот ответы на вопросы, часто ли они случаются? Да, безусловно, огромное количество неправильных ответов, очень смешных, на каждые из игр. Я боюсь, что я не смогу привести примеры, просто потому, что на каком-то этапе я перестал запоминать. Но представьте себе, когда идет игра той же бизнес-лиги Одессы, играют 20 с лишним команд, задается 36 вопросов. Ну, очевидно же совершенно, что будет огромное количество веселых неправильных версий. Они, безусловно, и нас радуют, иногда мы их озвучиваем. Иногда команды, понимая, что у них нет правильного ответа, специально пишут что-то, чтобы повеселить и себя, и нас. Поэтому, да, конечно, такое есть. Спасибо огромное вам, что пришли в столь ранний час. Все-таки мы сегодня можем вручить хрустального жаворонка обоим нашим гостям за такой вот приятный подвиг. И, конечно же, желаем всем интеллектуально развиваться и смотрите, что где, когда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова